6 октября Святая Церковь очит память преподобных Ксанфипа и Поликсений. Преподобные Ксанфипа и Поликсения были родными сёстрами и жили в Испании во времена святых апостолов. Впервые о божественном учении Христа Спасителя они услышали от святого апостола Павла. Преподобные Ксанфипа вместе со своим супругом Провом приняли христианство, а святая Поликсения была ещё язычницей, когда необыкновенной красотой её прельстился один человек и насильно увёз её в Грецию. Но Господь сохранил невредимо преподобную. Плавя на корабле, она слышала проповедь святого апостола Петра и уверовала во Христа. По прибытии в Грецию преподобная Поликсения обратилась к покровительству и защите христиан и была скрыта ими в городе Патрия Ахайской области, где приняла христианство и была крещена самим святым апостолом Андреем Первозванным. Преподобная стала свидетельницей его чудес, а также терпеливого и кроткого перенесения им истязаний и мучений. Она стояла у креста, на котором распялись святого апостола. После его мученической кончины преподобная Поликсения вернулась в Испанию, где вместе со старшей сестрой Ксанфипой обращала многих язычников в христианство. Около сорока лет подвязалась преподобная Поликсения в проповеди христианского благовестия в Испании и обратила в христианство множество язычников. Преподобная Ксанфипа разделяла подвиг и труды святой сестры и проповедовала о многолюдном городе Толедо. Представилась преподобная Поликсения около 109 года, до конца земной жизни сохранив дьявство. Жизнь святых сестер — это напоминание о благодатной силе Духа Святого, действующего через апостолов. Ведь обе сестры приняли крещение и дальше служили Христу под впечатлением от встречи и общения со святыми апостолами Павлом, Петром и Андреем. Со дня Пятидесятницы началось новое время для человечества, время апостольской проповеди и действия Святого Духа в Церкви. На 50-й день после воскресения Христова Богородица и апостолы собрались в Сионской горнице. Внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Господь исполнил Своё обещание. «И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видите Его и не знаете Его, а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет». Но как же Дух Святой, невидимый и непостижимый, проявляется в жизни человека и в жизни Церкви Христовой? Мы можем наблюдать это действие на примере преображения самих апостолов. Горение сердца побуждает святых апостолов, которые прежде боялись показаться на людях, выйти на площади Иерусалима и открыто, бесстрашно проповедовать о Христе и Его Царстве тысячам людей. А в проповеди апостола Петра мы видим особый дар и смелость в толковании Писания, особенно Псалмол Давида. Это тоже дар Духа – видеть и воспринимать Божие откровения в Писании и современных событиях. Далее мы узнаем, что Дух умножил и преобразил апостольскую общину, и так охотно принявшие Слово Его крестились, и присоединились в тот день душ около трех тысяч, и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Это тоже из разряда чудес. Вспомним также, что принес Дух апостолам в день своего сошествия. Они начали говорить на разных языках. И это не было бессмысленным и непонятным шумом. Все изумлялись и дивились, потому что слышали каждое собственное наречие. Таким образом, Слово Божие стало доступно всем, кто находился рядом и хотел слушать. Когда Дух Святой наполняет человека, происходит чудесное преображение, изменение, настроенность на благое. Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. И у Духа есть совершенно конкретные плоды, которые причисляет святой апостол Павел. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Будем же молить святых апостолов и преподобных сестер, чтобы Дух Святой утешил нас, укрепил на спасительном пути и даровал нам своей благодатью чудесное преображение нашему сердцу и нашему разуму. Редактор субтитров А.Семкин